Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня мы обсудим самую трудную, самую сложную проблему в Shadowlands, а именно одевание персонажа до идеального итем-левела, 220-го. Этот итем-левел для некоторых людей просто пугающий. В тот момент, когда люди видят человека с большим итем-левелом, они задаются вопросами, как так вообще произошло, откуда такой эквип, наверное его с рейда одели, наверное ему шмоток много отдали, а на самом-то деле нет, и мы сейчас рассмотрим абсолютно все аспекты для одевания. Как мы прекрасно знаем, в дополнение Shadowlands немножко изменилось получение добычи, оно уменьшилось в разы, то есть у нас нет монеток, с которыми мы жили долгое время, ну их просто нет в Shadowlands, и с эпохальных боссов, с мифических, рассчитанных на 20 человек, мы получаем только 3 вещицы на рейд. Полезны ли это вещицы? Вопрос хороший. Может ли человек передать эти вещицы? Тоже вопрос хороший. То есть, немножко как-то все грустно в этом плане, и я как-то начал так про рейды, рейды это все-таки завершающая ступень одевания. Давайте начнем с самого начала, посмотрим набор стартового итем-левела. Как мы прекрасно знаем, в игре есть как соло-активности различные, групповые активности, так и в принципе активности, которые требуют большое количество людей, например, РБГ, либо рейды. Соло-активности, это у нас локалочки, и это у нас убийство ворлдбоссов. Да, убийство ворлдбоссов, оно ведет, конечно, в 40 человек, но мы просто находим группу, и нажав всего лишь одну кнопку, мы просто-напросто получим лут. То есть, ничего сложного в это, в принципе, делать не нужно. Делая локалочки на 29 уровне известности, мы можем получать примерно 200-го итем-левела вещицы. 29 уровень известности будет через 3 недели, и получается 27 января можно будет лутать почти 200-го итем-левела вещицы с локалочек. Это приятно для тех людей, например, которые только апнутся, которые только купят Shadowlands, и которые вообще влетят в темные земли. Ворлдбоссы всегда дают вещицы 207-го уровня предмета. Также мы получаем различные легендарные мощи, убивая этих ворлдбоссов. То есть, например, на Нургаша, если сходят Рыцарь Смерти, Ветки, Нечестивость, то можно получить топовую легендарочку для просто-напросто мифик плюсов. Взбешенное чудище. Игнорить ворлдбоссов, игнорить локалочки с целью заполнения слотов при только развитом недавно персонаже просто-напросто нельзя. Нужно максимально забить свои слоты хорошими по итем-левелу вещицами. После выполнения локалочек на шмот, после убийства ворлдбосса, которого можно убивать всего лишь раз в неделю, мы просто-напросто идем в мифик нули с целью получения 184-го уровня предмета. Мы можем получить проводнички, мы можем получить легендарочки, мы можем получить пушечки, тринкеты, то есть любой-любой шмот. А также, если мы возьмем, например, группу к себе каких-то одетых людей, то они могут нам передать вещицы. Не думаю, что им будет жалко передать вам их, так что это можно использовать себе во благо. Если вас не берут в какую-либо группу, то вы просто создаете ее сами. Открываете вкладку подземелья, заранее собранные группы, собрать группу, эпохальный, ставим какой-нибудь минимальный уровень предметов, и люди инвайтятся к вам. Вы их берете, они трейдят вам шмот, и все замечательно. Обычные эпохальные подземелья, мифик нули, неплохо знакомят нас со своей механикой. Мы смотрим на мобов, мы смотрим, какие касты они делают, мы смотрим на боссов, мы смотрим, какими способностями они нас могут убить. И это неплохо для подготовки к мифик плюсам. Мифик плюсы — это самые обычные такие же эпохальные подземелья, но с эпохальным ключом. Там существуют модификаторы, там усилены мопцы, и либо боссы по хп-атаке. И, само собой, лут вкуснее. Максимальный лут, который мы можем получить при прохождении эпохального подземелья с ключом, это двухсот десятого итем-левела вещица. Две шмоточки на группу при условии, если мы прошли ключ в таймер. Одна шмоточка на группу, если мы прошли ключ не в таймер. Ну а с целью наполнения великого хранилища нам нужно проходить четырнадцатые ключики для максимальной награды, но об этом чуточку позже. Как мы прекрасно знаем, в нашей замечательной игре World of Warcraft имеется два ответвления — PvP и PvE. Да, мы можем, конечно, тянуть PvE-шный шмот и одеться таким образом, но вытягивая шмот с дополнительного аспекта игры — PvP, мы можем просто-напросто этот шмот получить быстрее. PvP-система на текущий момент очень сильно развита. Давайте рассмотрим ее повнимательнее. О ней нельзя молчать. У нас существует две валюты в текущий момент — это честь и завоевание. Честь мы получаем абсолютно с любого источника. Просто-напросто бегая даже по открытому миру, во включенном режиме войны, убив игрока противоположной фракции, мы получим определенное количество очков чести. Десять, по-моему. Также, выполняя квестики, мы получаем честь. И, ходя на обычные поля боя, да даже на рейтинговые, да даже выигрывая арены, мы тоже получаем честь. И таким образом мы можем купить стартовый эквип, а именно 158-й. После покупки вещицы мы можем обратиться к мапцу, который стоит рядом, агрессор Zodash. И он просто-напросто даст нам опцию апгрейда вещицы. Мы также тратим на это честь, и вещица повышается по item level. С целью того, чтобы повысить вещицу, купленную за очки чести, нам нужна только известность. Чем выше наш уровень известности, тем больше мы можем апгрейдить наши вещицы синего качества, которые куплены за честь. Если рассмотреть на текущий момент, то на 22-м открывается последний уровень апгрейда этих вещей за честь. С вещами за завоевание немножко все обстоит иначе. Вторая валюта, которую мы можем получить, это очки завоевания. Очки завоевания это валюта, которая ограничена по своему получаемому объему. На текущий момент идет пятая неделя первого сезона Shadowlands, и всего мы можем получить 2750 очков завоевания. Не стоит переживать, то есть даже если вы не играли, даже если у вас не прокачан персонаж, то вы просто-напросто прокачиваетесь до 60-го уровня, вы открываете вкладку валюты, получив хотя бы какое-то количество очков завоевания, и вы также сможете получить абсолютно весь объем очков завоевания. И таким образом, просто-напросто, вы можете купить 200-го item level вещицы. Далее, умно потратив очки завоевания, и повышая свой рейтинг в любом брекете абсолютно, 2 на 2, 3 на 3, 10 на 10, вы можете повышать эти вещицы, аналогично улучшая их, как и вещи за очки чести. Собственно, мы берем шмоточку за очки завоевания, мы засовываем ее в слот для улучшения, и улучшаем за очки чести. Без рейтинга мы покупаем обычные 200-е вещицы, то есть они у нас самого обычного item level. Если мы уже получили 1400 в каком-либо брекете, то мы можем апнуть эти вещицы до 207-го уровня предмета. Если у нас имеется 1600, то мы можем апнуть вещицу до 213-го item level. Если у нас имеется 1800, то мы можем повысить вещицу до 220-го уровня предмета. Ну а если мы апнули уже 2100, как я недавно сделал это на РБГ, то мы просто-напросто можем повысить уровень нашей вещицы до 226-го. И в текущий момент нам не имеются какие вещицы? Кольцо, ступни, плащик, плечи и голова. Это не может не радовать, это замечательные вещицы, к тому же мы можем их сокетить. Мы можем проделать в них гнездо, прокачав максимальную репутацию с винари и купив item за стегию. Вот мы и добрались почти до самого сладкого источника добычи, а именно рейд. Проходя рейд, мы лутаем вещицы. Да, нам их могут передать. Да, мы лутаем их в небольшом, конечно, количестве, но все же. Имеется у нас в замке Нафрия 10 боссов. Как минимум, вы получите 2 вещицы, пройдя полностью рейд. И система замечательная присутствует, то, что с 2 последних боссов, а именно с генералов Каменного Легиона и с Сиро Динатрия, мы получаем вещицы на 7 уровней предметов, больше, чем с первых 8 боссов. То есть вот у нас Гридзишмяк, 8 босс, 200-е перчаточки с обычного режима, 200-е бригантина, нагрудник. Если рассмотреть уже лут с генералов, то 207-е вещицы, с Сиро Динатрия тоже 207-е. Также, сферулы. У людей иногда вопросы возникают, что это вообще за сферы, для чего они нужны. Это самые обычные пушечки, которые мы возвращаем в обитель своего ковенанта и меняем на оружие, которое нам нравится, которое подходит именно по этой сферуле. Например, я играю на Рыцаре Смерти, специализация Нечистивость. Я могу носить только двуручные оружия. И в рейде имеется 2 сферулы. Одна падает с Сиро Динатрия. Она имеет на 7 этом левела выше. Мы это прекрасно видим. А также имеется сферула с спасения Солнечного Короля. Она уже идет 200-го уровня предмета. За 200-ю сферулу получить пушечку 207-го этом левела не получится. Ну, просто нельзя по механике игры. 200-я меняется на 200-ю, 207-я на 207-ю. Думаю, с этим моментом все понятно. С героического рейда мы получаем 213-е вещицы, с двух последних боссов 220-е. С эпохального рейда с двух последних боссов мы получаем 233-е вещицы. Ну, а с первых 8-ми 226. Это все круто. Это все замечательно. Вещицы лутаются. И таким образом наполняется Великое Хранилище, делая абсолютно любую активность. Для своего одевания мы наполняем Великое Хранилище. И сейчас мы его рассмотрим. Великое Хранилище находится в зале хранения. Большой-большой монумент. Мы к нему подходим, мы на него кликаем и можем рассмотреть абсолютно все, за что мы можем получить какой-либо лут в конце недели. То есть в среду мы можем его открыть и на месте каждого квадратика будет какая-либо вещица с того источника, который написан. Например, рейды. Проходя обычный режим, героический режим, эпохальный режим, мы наполняем эти квадратики. На текущий момент в эту неделю у меня убито 4 босса в эпохальном режиме и 4 босса в героическом режиме. Собственно, что получается? Первый квадратик даст мне эпохальную добычу, так как было побеждено 3 босса в рейде замок на афре эпохальный и во втором квадратики героический. Третий я даже наполнять не буду, потому что 220-е вещицы мне просто-напросто с рейда не нужны. Полоса рейдовая всегда дает лут с рейда. Нам не может прокнуть какая-либо добыча с эпохальных подземелий либо с пвп в рейдовой полосе. Эпохальные подземелия с целью наполнения нам нужно проходить максимальные ключики. 14-е с целью того, чтобы получать 226-ю вещицу. Проходим одно подземелье, заполняем один квадратик. Суммарно проходим 4 подземелья, наполняем второй квадратик. Суммарно проходим 10 подземелий, наполняем третий квадратик. И у нас имеется выбор. Пвп. Пвп вообще замечательно сделано в этом плане. Мы получаем какой-либо рейтинг. Ну вот, например, у меня получено 200 в рейтинговых полях боя. И с целью того, чтобы получать с этих квадратиков лут дуэлянта, то есть 226-й, мне нужно хотя бы раз в неделю просто-напросто выиграть на этом рейтинге то, что я играю. То есть, например, было бы у меня 2 на 2, 2 100, мне нужно было бы хотя бы один выигрыш сделать на арене. Но мне придется делать на рейтинговых полях боя. На следующий, как вариант, уже недели, да, с целью того, чтобы возобновить награду. Ну а с целью заполнения просто-напросто квадратиков нужно получать очки чести в рейтинговых пвп боях. Рейтинговые пвп бои это 10 на 10, это 3 на 3, это 2 на 2. Таким образом, делая какую-либо активность, рейды, эпохальные подземелья, пвп, мы наполняем наше великое хранилище и в конце недели мы просто-напросто можем взять одну вещицу из всех 9 предложенных квадратиков. Видосики по открыванию этого недельного хранилища имеются на ютубчике. Имеется также плейлист со всеми открытиями недельных сундуков еще начиная с 2016 года было хорошее время. Окей, рандомное довольно-таки, ну а в текущий момент мы просто-напросто выбираем себе награду. Чем больше мы постарались, тем больше квадратиков. Чем лучше мы постарались, тем качественнее лут будет в этом недельном хранилище. Собственно, подводим итоги. С целью одевания большого, хорошего, замечательного итем-левела нам нужно время. Также нам нужно терпение. Ну и не забывайте о ПВП. ПВП реально на текущий момент очень хорошо и дает очень много полезных вещей. И если рассмотреть мой лут, если рассмотреть моего персонажа, да, почти 223-й итем-левел. Шапка за ПВП, шея с недельного хранилища, плечи за ПВП, спина за ПВП, нагрудник легендарный, также не забывайте о легендарочке, она дает этим левел и существенно дает прирост к демеджу. Запястье, собственно, трэш у нас имеется в замке Нафрия и зачищая его в определенном уровне сложности, мы получаем определенные баешечки. Баешечки у нас имеются плащ, кольцо, латные перчатки, латные запястья. Насчет других типов брони сказать уже ничего не могу, но если у вас есть гильдия, если вы нацелены на прогресс, на одевание, то вы можете потратить какое-то время в эпохальном режиме на просто-напросто убийство трэша, это будет полезно. Запястья баешные с трэша эпохального, перчатки аналогично, поясок был получен с прохождения четырех эпохальных подземелий, имеется недельное событие, оно было 16 декабря, длилось до 23, и пройдя просто-напросто четыре эпохальных подземелья, можно было получить щицу с героического замка геннафрия, вот она 213, далее ножки были получены с рейда с первой же недели при убийстве предласта, ступни за пвп, кольцо за пвп, колечко было получено с ласта в героическом рейде, мне его отдали просто-напросто, далее кубик, довольно-таки сильный тринкет с той стороны был получен при прохождении мифического подземелья с эпохальным ключом, аксессуар с недельного хранилища с великого и пушечка аналогична, то есть каждая вещица с недельного хранилища это одна неделя, шмоточка за завоевание также требует немножко времени, но у вас есть преимущества, вы посмотрели этот видосик, вы имеете на текущий момент всю информацию абсолютно, и если вы говорите о завоевании, то его можно просто-напросто отбить разом, все 2750 штучек, вам не придется в принципе ждать, и можно накупить себе хорошее количество вещичек, так что как-то так, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, если имеются какие-то вопросы, пишите их в комментариях, до скорого!